На телеканале Рыбакоумск Интервью меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте. О продвижении бизнеса на международной рынке поговорим с предпринимателем Михаилом Деревянко. Михаил, здравствуйте. Недавно вы вернулись из Китая в рамках российско-китайского бизнес-инкубатора. Вы налаживали контакты с местными бизнесменами и знакомились с бизнесом в Китае. Расскажите, с точки зрения предпринимателя Китай, какой он? На самом деле впечатления очень обширные, широкие и глубокие. Мы в составе российской делегации посетили Китай. Были там около 20 дней и получили просто колоссальный опыт. Причем увидели Китай именно с той стороны, о которой говорят только в новостях. Китай на самом деле очень высокотехнологичная страна и по развитию технологий, по инфраструктуре, по экономике они, мне кажется, ушли на десятки лет вперед от нас. То есть, например, взять за пример ту провинцию, в которой мы были, Шандон, ее население составляет 100 миллионов человек. То есть, представляете, только одна провинция – это две трети нашей страны. ВВП примерно равен нашей стране. Поэтому уровень развития Китая, он настолько высок, что просто поражает воображение. Как вам показалось, насколько реально российскому предпринимателю, представителю малого и среднего бизнеса выйти со своим продуктом на китайский рынок? И есть ли что нам предложить? Ну, на самом деле точки соприкосновения есть. То есть, понятно, что китайским производителям, китайским компаниям очень интересен рынок России в целом, потому что у них огромное количество конкурентных преимуществ перед нашими компаниями. Но и с нашей стороны тоже есть различные предложения, которые могут сыграть в нашу сторону. То есть, например, взять наш проект конкретно, с которым мы заходили в бизнес-инкубатор, то есть это агрегатор сферы услуг «Шелми» и «Консьержсервис», то, к сожалению, сделать его самостоятельно для российских туристов они пока не смогли. Но мы с нашим продуктом, в принципе, достаточно в тренде, в теме и можем с ними сотрудничать в этом плане. Поэтому узконаправленные, нишевые какие-то предложения, они интересны для китайцев в целом. С точки зрения налаживания контактов, удалось ли заключить конкретные соглашения и как это отразится в дальнейшем на вашей работе? Поездка была достаточно продуктивной. То есть, в ходе поездки мы заключили порядка девяти различных соглашений. То есть, сейчас у нас идет процесс согласования основных условий контракта с этими девяти компаниями. То есть, это компания, которая занимается переводческой деятельностью, юридическая компания. То есть, компании, которые могут поддержать инфраструктуру нашего проекта. Плюс, также параллельно мы еще проводили переговоры с различными китайскими производителями, брендами. И будем им помогать, скажем так, выходить на российский рынок. Опытные люди, работающие из Китая не один год, говорят, китайцы все равно вас обманут. Вопрос только в том, на какую сумму. И все выстроенные заранее планы нужно будет перестраивать вновь. Согласны ли вы с такой точки зрения? И насколько сложно было работать с китайскими партнерами, учитывая разность менталитетов? Вы правильно подметили, особенности менталитета, они есть. И, скажем так, каждые наши переговоры, они проходили в следующем формате. То есть, изначально мы приезжали на какое-то предприятие. То есть, ходили по нему, нам проводили экскурсию. И если у нас был какой-то совместный интерес с этими компаниями, то мы просили пригласить нам руководителя компании, либо этого подразделения. Учитывая, что мы были в составе официальной делегации, это было достаточно просто. То есть, сразу же появлялся менеджер, либо руководитель предприятия. И уже с ним конкретно мы обсуждали возможность встречи в приватной обстановке после экскурсии. Соответственно, вот уже личные встречи у нас длились как минимум два часа с каждой компанией. Бывало, затягивались до трех, четырех и пяти часов. То есть, и в ходе вот этих вот переговоров, как бы мы поняли, что культурная особенность китайских предпринимателей, она достаточно интересная. То есть, и с ними нужно очень много и долго обсуждать все условия. То есть, есть даже такое мнение, как вы сказали, что они пытаются кого-то обмануть. Но я вам точно могу сказать, что за эти 20 дней мы не увидели даже намека на то, что китайцы хотят кого-то обмануть, и у них это стоит как основная цель. То есть, возможно, у кого-то из наших российских предпринимателей был подобный опыт неудачного сотрудничества. Но я считаю, что это просто потому, что не смогли договориться, либо что-то не поняли на начальном этапе. И, соответственно, получили такой результат. Понятно, что на текущий момент у нас еще такой статус, что мы не перешли к денежным отношениям. И мне еще, может быть, рано говорить о том, что так это или нет. Но, по крайней мере, за 20 дней я не почувствовал абсолютно никакой попытки обмана. Как вы считаете, в принципе, китайские предприниматели доверяют российским бизнесменам? Насколько уровень доверия высок? В целом, Россию в Китае очень любят. У нас общее прошлое. И даже мы подготовились к встрече. Мы набрали значков «Октябрят». И это было очень феерично, когда на встречу, например, я на лацком пиджака надевал значок «Октябренка». И если я видел, что человек, он как-то предрасположен к партийной деятельности, они тоже носят определенные значки. Я демонстративно снимал этот значок, вешал его на лацком пиджака нашего потенциального партнера. Ну и впечатления, конечно, у них были неизгладимые. И в целом мы почувствовали, что к российским компаниям, к российским предпринимателям китайские компании относятся достаточно лояльно и очень импонируют. С какими странами, кроме Китая, вы также планируете сотрудничать в дальнейшем? Да, в ходе переговоров нам удалось провести ряд бесед с компаниями из Таиланда. То есть Таиланд – это тоже для туристического рынка России достаточно интересный регион. И в целом мы наметили какие-то варианты сотрудничества именно с этим рынком. То есть на текущий момент у нас в азиатском регионе две зоны интересов – это Китай и Таиланд. А как вы считаете, омским бизнесменам все-таки стоит ориентироваться на восточные страны или поддерживать многолетние контакты со странами СНГ и Казахстана? Ну, я бы, наверное, все-таки порекомендовал работать именно с Азией, потому что это просто необъятный рынок. И если вот наш российский предприниматель найдет именно какое-то нишевое предложение, которое будет интересно на этих рынках, ну, рынок потребления там просто огромный. То есть каждый второй в мире сейчас считается китайцем. И представьте, вот этот огромный объем людей, если продавать туда свои товары либо услуги, ну, можно там очень хорошо и неплохо заработать. Поэтому я бы рассматривал однозначно эти рынки как перспективные. Михаил, спасибо большое. А я напоминаю, это интервью на телеканале РБК. Меня зовут Мария Васькова. Все выпуски программы смотрите на сайте itv55.ru, а также в соцсетях. А я с вами прощаюсь. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин